Саль, ну я думаю, что следующего гостя вообще нельзя расставлять ждать. Ни минуточку нельзя. Да, я предлагаю перейти к нашему гостю, но сначала хотелось бы анонсировать тему, которую мы будем сегодня обсуждать. Дело в том, что Крым и Севастополь 14 октября перейдет на цифровое вещание. Это значит, что мы станем еще красивее и еще ярче в экранах наших зрителей. Я на это надеюсь, по крайней мере. И у нас в гостях Сергей Зырянов, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Доброе утро, дорогие телезрители. Готов к вашим вопросам. Расскажите про 14 октября. Действительно, уже мы готовы сделать такой рывок вообще в цифровом вещании, в цифровом мире? И насколько изменится от этого картинка? Вы знаете, мы уже готовы по поручению главы Республики Сергея Валерьевича Аксенова еще в 2018 году. Активными темпами строились такие башни-трансляторы именно цифрового телевидения. Антенномачтовые сооружения, это РТРС. 38 башен здесь было построено на территории Республики Крым. 6 башен таких антенн на территории города федерального значения Севастополь. И уже фактически с этого года, с 2019-го, Крым около 95% уже полностью покрыт цифровым телевидением. Цифровым качественным телевидением 27 телеканалов, трех мультиплексов. Это самые такие, можно сказать, смотрибельные каналы, в том числе и ваши, и первый крымский, и Крым-24. У нас три мультиплекса. Во всей Российской Федерации всего лишь два мультиплекса, потому что у нас третий это региональный. Это семь каналов. Поэтому сейчас уже можно смотреть, всех призываем, переключаться на цифру. Это совершенно бесплатно, в хорошем качестве картинка. А вот мне интересно, зрителям надо к этому как-то технически готовиться, то есть покупать соответствующие приставки или какое-то другое оборудование? Вы знаете, до 2014 года, если выпуска телевизоры, то нужно приобрести действительно приставку и дециметровую антенну для приема эфирного телевидения цифрового. Приставка ДВТ-2 подключается. Там очень просто подключить. Многие мы уже анонсируем в течение года. Вот этот переход 14 октября текущего года. Действительно, уже аналоговое телевидение будет отключено не только на территории Республики Крым, и еще на территории 21 субъекта, которые попали в так называемую четвертую волну отключения. Уже практически вся страна перешла на цифровое телевидение. Кроме 21 субъекта, в том числе и Республики Крым, в которой 14 октября будет отключено аналоговое телевидение. Наше министерство внутренней политики информации и связи активно подготовилось совместно с Почтой Крыма, совместно с РТРС. Сейчас по поручению главы Республики Сергея Валерьевича Аксенова со следующей недели будет распространение в каждый почтовый ящик таких информационных листовок. Вам, наверное, в эту студию я подарю первому такую информационную листовку, потому что в вашем зимнем саду, я смотрю, не хватает красоты, не хватает бабочек. Ух ты! То есть мы разработали наше министерство. Вот логотип вообще перехода на цифровое телевидение, это такая бабочка цифровая. Поэтому в виде бабочки мы сделали такие тоже напоминашки для всех жителей Крыма. И со следующей недели каждый крымчанин в своем почтовом ящике будет находить вот такие информационные бабочки. Здесь написаны какие каналы, 27 каналов, совершенно бесплатно, в хорошем качестве можно смотреть. Здесь горячие линии, если какие-то вопросы есть. Можно будет звонить как федеральная горячая линия, так и региональная горячая линия с марта месяца с помощью Центра оперативного реагирования Республики Крым. Работает наша региональная горячая линия по всем вопросам. Жители обращаются, получают компетентные ответы. Волонтеры ходят по Республике Крым, помогают уже пожилым людям подключать. И как непосредственно подключить схематически. Помогает и Почта Крыма, во всех отделениях Почты Крыма сейчас реализуются эти приставки по самой низкой цене, там до 1000 рублей. Это федеральная программа, чтобы все жители не только Республики Крыма, а Российской Федерации могли хорошо, спокойно перейти на цифровое телевидение. Так что вот такие вот цифровые бабочки, это вам будет украшение. На специальных воблерах, чтобы всегда здесь у вас летали. Но самое главное, я вижу логотипы наших телеканалов, это означает, что мы все-таки тоже попадаем в этот пакет и тоже будем работать в качестве. Даже вождевещание. Это очень важно. У нас наши телеканалы очень уникальны. Это и благодаря заместителю председателя Совета Министра Дмитрию Анатольевичу Полонскому, когда был переход непосредственно вождевещания не только Первокрымского, а также телеканала Милет. Потому что у нас Республика Крым действительно уникальная республика по отношению к другим субъектам Российской Федерации. Потому что у нас есть третий мультиплекс. Больше такого мультиплекса ни у кого нет. Только в Республике Крым непосредственно 27 каналов. Сергей Геннадьевич, вот что еще хотелось узнать. Я знаю, что некоторым категориям граждан в Крыму полагается государственная поддержка по установке цифрового вещания. В чем именно она заключается? Совершенно верно. Было распоряжение главы Республики Сергея Аксенова. 2 апреля, 1 мая текущего года наступило в силу. О мерах компенсации для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. С 1 января 2019 года те люди, которые купили приставку, им компенсируют бюджет Республики Крым. То есть государство до 1,5 тысяч за приставку и дециметровую антенну. И до 5 тысяч рублей, если есть зоны вещания, вот эти 5%, где не покрывают эфирным телевидением цифровым. У нас горно-лесная местность, там спутниковое оборудование, и тоже есть меры компенсации непосредственно спутникового оборудования до 5 тысяч рублей. Так что люди могут также обращаться. Вот есть везде горячие линии у нас, волонтеры ходят по всем. Муниципальное образование активно помогает. И муниципальное образование, спасибо главам администрации, непосредственно за ту помощь, которую они делают на местах. То есть Республика Крым готова. Более того, хочу сказать, что в рамках Кросса нации, который состоится 21 сентября, вот буквально в эту текущую субботу, в городе Симферополе также будет такой цифровой забег. Мы организуем совместно с Министерством спорта. Приглашаем всех симферопольцев, всех гостей Крыма совершить такой цифровой забег в рамках Кросса нации на улице Воровского. Начинаем сбор фактически с 9 утра в 12.00. Будет старт дан такому марафону, забегу. Пожалуйста, все желающие могут присоединиться. Будет интересно. Мы уже всей редакцией готовы. Давайте, давайте. Мы вас ждем, я тоже буду. Григорий Геннадьевич, вот вопрос еще такой, тоже очень громкая новость о том, что наконец-то крымчанам стали выдавать биометрические паспорта. Что это такое? Это загранпаспорта, вы имеете в виду? Да, да. Это вчера действительно началась уже выдача в нашем предприятии ГУПРК, ГБУ, РК, МФЦ, государственные бюджетные учреждения, многофункциональные центры. На базе их уже началась выдача, прием документов и в последующем выдача заграничных биометрических паспортов нового образца. То есть там и с отпечатками пальцев, и зашифрованную микросхему, и фактически со всеми данными человека. На базе МФЦ это на Матозалке и на улице Кирова в городе Смитферополе, также в Ялте и Феодосии пока открыты. Это возможность, да, каждый вторник с 9 до 17.00 гражданин Российской Федерации может обратиться и получить этот паспорт, подать комплект документов через МФЦ и через месяц получить паспорт. Это было сделано по поручению Сергея Валерьевича Аксенова еще с марта месяца, когда был мониторинг всех служб. И показалось, что действительно одна из самых востребованных услуг ФМС это получение загранпаспорта. И из-за этого есть определенное скопление очередей. И чтобы разгрузить, нам было дано поручение проработать этот план мероприятий совместно с МВД. И вот вчера мы уже открыли на базе Матозалки-1 МФЦ Кирова, Ялта приступила и Феодосия пока прием документов и выдачу впоследствии этих нового образца загранпаспортов биометрических. Что хочу сказать, что услуга эта платная лицам до 14 лет. Это как и ФМС, в принципе, те дети, можно сказать, до 14 лет платят госпошлину 2,5 тысячи рублей, а старше 14 лет 5 тысяч рублей. Но есть одна особенность. Если человек регистрируется за данной услугой с целью популяризации непосредственно сайта госуслуги, через сайт госуслуги, то госпошлина будет составлять 3,5 тысячи рублей. Как это сейчас? Но я хочу сказать, что и через госуслуги это намного удобнее и легче, если честно. А вот надо ли менять тогда бумажные паспорта загран? Или это не обязательно делать? Ну, это те же паспорта, которые есть у вас, которые мы получаем. Просто там вшит просто микрочип. Это те же паспорта. Там меточка такая с кружочком в центре. Да, совершенно верно. У меня такое есть. Вот видите, у вас такое есть. Поэтому приходите, приходите. В МФЦ, чтобы разгрузить органы ФМС. Да, это чередей, пожалуйста. МФЦ у нас предоставляет более 130 разных услуг. Действительно, такие учреждения очень хорошо себя показали. Я помню, становление в 2015 году, когда мы только начинали развивать, сейчас открыто уже по республике Крым 558 окон. Более 3 миллионов услуг уже выдано с 2015 года. У нас становление как раз с вами произошло непосредственно многофункциональных центров в тот период, когда не было света в республике Крым. Вы помните, да, было тяжело. Но тем не менее, мы с вами справились, мы идем вперед, Крым развивается. Я знаю, что даже в труднодоступные места приезжали представители МФЦ и там помогали оформить документы. И сейчас приезжают у нас 24 основных МФЦ. Это располагается на территории каждого муниципального образования непосредственно, вот как в Симферополе на Матозалке, как в Симферополе на проспекте Кирова. Также есть у нас так называемые ТОСПы, территориально обособленные структурные подразделения. Это сотрудники МФЦ выезжают в любой населенный пункт отдаленный, то есть в село, вот в республике Крым. Там по своему графику, допустим, во вторник приезжают туда, собирают у людей документы, в четверг приезжают, выдают им документы. То есть это очень удобно, 558 окон, открыто, люди довольны. Все напряжение уже спало, то, которое было, и которые пользовались тоже и мошенники. Ну, тогда хорошо и Сергей Валерьевич Аксенов совместно с МВД дал поручение МВД, прокуратуре, чтобы убрать этих мошенников, которые пользовались. Ну, к счастью, это уже осталось все в прошлом. Все позади, слава богу. Спасибо вам большое, Сергей Геннадьевич. К сожалению, время подошло к концу, но такие важные новости, главное, мы озвучили. Приглашайте еще, всегда рады к вам приходить. Я напомню, у нас сегодня в гостях Сергей Зырянов, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Ну, а мы двигаемся дальше, и прямо сейчас предлагаем посмотреть вам хронограф.